Здравствуйте! Вы смотрите программу «Формула здоровья» в студии Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях Нина Павловна Чуприкова, заместитель главного врача Одинцовской областной больницы по детству. Здравствуйте, Нина Павловна! Очень рада вас видеть в нашей студии. Приближается начало нового учебного года, безусловно, огромное количество детей, родителей сейчас, вот прям в этот момент, занимаются подготовкой к школе или к походу в детский сад, оформляют медицинские карты. Как в этом году, с условием того, что многие месяцы мы были закрыты на пандемию, это тоже внесло свои коррективы в этот процесс, как все проходит в этом году? И успеют ли родители, дети, есть ли о чем беспокоиться или не стоит? Как только были сняты ограничительные мероприятия Минздрава Московской области, детская поликлиника сразу же включилась в программу подготовки и направления детей на прохождение профосмотров и проведение диспансеризации. В первую очередь, конечно, мы были, наша работа была направлена, чтобы выдать заключение для тех несовершеннолетних, которые поступают в высшее учебное заведение, в среднее учебное заведение. Это девятиклассники, одиннадцатиклассники, нам нужно было подготовить 086 формы. На тот момент некоторые дети прошли, некоторые не прошли, поэтому мы к июню месяцу, к июню месяцу мы практически эту работу закончили. С середины июля, как только были сняты эти ограничения, у нас был разработан план проведения профосмотров детей. Во-первых, у нас не были осмотрены детки, которые родились в этот период, это месячные дети, и их видел только врач-педиатр, когда осуществлял патронажи на дому. Для нас это был приоритет, потому что мы боялись, что, не дай бог, мы где-то что-то пропустим, какую-либо патологию, и в дальнейшем это будет более сложнее все это скорректировать. Поэтому, в первую очередь, это дети месячного возраста, это годовалые дети, во вторую очередь, это, конечно, трехлетки, которые идут в детский сад, и семилетки, которые идут у нас в школу. В детской поликлинике вторники, четверги и две субботы полностью отданы на профосмотры. В этот день мы закрываем приемы одной группе врачей-специалистов, которые сидят на приеме, и родители в течение дня проходят эту диспансеризацию. Мы просим участковых врачей-педиатров со всех, теперь, так как мы уже стали Одинцовской областной больницей, и это и бывшая РБ-2, сейчас это подразделение Перхушково, это Никольская, это наши дети, составляют нам списки этих детей, мы их проверяем на прикрепление к учреждению. Если этот ребенок прикреплен, мы выдаем списки, в какой день тот или иной ребенок должен пройти профосмотры. Получается, вот эта информация доводится именно участковым педиатрам? Только для участковых педиатров, то есть они нам присылают списки детей, которым необходимо пройти, мы проверяем их на прикрепление, потому что профосмотры это не экстренная помощь, это плановая помощь, и с учетом того, если ребенок прикреплен к нашему учреждению, мы выдаем число, когда этот ребенок может пройти этот профосмотр. И в течение дня ребенок проходит профосмотр, далее он возвращается к своему участковому педиатру, который дальше вместе с медсестрой оформляет эту 0,26 форму. Сейчас количество детей, конечно, увеличилось. Ну, как всегда, август месяц, это авральный месяц. Все вспомнили, да. Карта не готова, детский сад нужно. Да, мы вот на этой неделе, у нас таких дней не два, а у нас таких дней будет три, потому что нам необходимо еще делать диспансеризацию опекаемым детям, детям-сиротам, это тоже отдельная категория граждан. Сейчас идет подготовка уже, если раньше были у нас дежурные группы в детских садах, то сейчас это уже открыты практически во всех детских садах обычные группы. Нам нужно брать соскобы на энтеробиоз наши медики, которые, некоторые медики, которые продолжают работать в тех же ковидных отделениях, они сейчас не работают пока в организованном детстве. Поэтому у нас созданы врачебные бригады, сестринские врачебно-сестринские бригады, и они в детских садах берут мазки, чтобы уже не надо будет родителям отпрашиваться с работы и идти сдавать эти мазки. То есть работа эта проводится. Конечно, у нас очень мало времени, да, мы поставлены в такие условия, но в любом случае ни один ребенок у нас не может быть отстранен от похода в детский сад, либо же в школу, если у него нет 26-й этой формы. Все дети пойдут в детские сады, все дети пойдут в школы, и проблем с медицинским оформлением этих документов не будет. Нина Павловна, как все-таки осуществляется маршрутизация пациентов, которые идут по плановому приему к своим участковым педиатрам, вот с учетом того, что такая нагрузка сейчас на детскую поликлинику, и вы вынуждены часть даже дней с рабочей недели отдать под диспансеризацию детского населения? Вы знаете, мы сейчас, конечно, ну вот это время, когда произошло объединение больниц, и когда наступило заболевание, вот это наступило заболевание, да, мы не смогли как бы еще в связи с этим ковидом полностью ориентироваться, да, что объединиться и уже взять себе тех или иных специалистов для проведения тех медосмотров. Ну вот, в частности, например, у нас есть подразделение из Венигород, да, в данной больнице, вот в поликлинике, в детской поликлинике, у них есть все специалисты, то есть провести тот же профосмотр, там можно точно так же, как мы проводим здесь в поликлинике, да, и этим деткам не нужно будет ехать, опять же, к нам сюда, в Одинцово, чтобы эту диспансеризацию провести. К ним же может приехать тоже Ершово, да, поселок Ершово, которая сейчас, в частности, эта поликлиника к нам не относится, но, тем не менее, врачей-специалистов у них нет, и дети должны пойти также в детские сады и в школы. Также мы можем организовать, может быть, доезд этих детей с Кубинки, да, вот, то есть сейчас эта работа идёт, и мы объединены все вместе. Конечно, это очень большая нагрузка на врача-педиатра, потому что вот они постоянно звонят, постоянно пишут, да, кого, какого ребёнка куда нужно записать. И, ну, бывает, конечно, вот если доктор записывает, составляются списки, говорим, что нужно прийти, и бывают дни, когда родители не приходят, а потом, ну, по той или иной причине, да, мы, нам всё-таки хочется думать, что это уважительная причина. А к концу августа, конечно, сейчас их соберётся значительно больше, это опять же, ну, определённая нагрузка опять накладывается на врача-педиатра. Но всё-таки нужно здесь говорить именно о сознательности родителей, если вам уже сказали день, время, да, вот всё-таки как-то договориться или с бабушками, дедушками, или, ну, подгадать это время, действительно посетить врачей, пройти полностью диспансеризацию всех специалистов и подготовить карту для того, чтобы ваш малыш пошёл в детский сад и школу без лишних хлопот. Конечно, всё это выполнимо. Если каждый из нас будет организован, да, он будет педантичен, он будет знать, что ему нужно сделать эту карту, прийти к доктору, доктор, если откажет доктор по той или иной причине, но он никогда не откажет, да, но если он откажет, подойти к заведующей, да, если, опять же, вот у нас возникают такие случаи, когда приходят в поликлинику и говорят, вот у нас нет специалистов в нашей поликлинике, мы пришли к вам, вот сейчас её нужно сделать, да, всё это в ручном режиме, опять же, выполняется. И опять же, не всех специалистов, про которые мы говорим, у нас вот существует такое понятие, что если мы идём к школе, в школу или идём мы в детский сад, то мы должны всех специалистов, которые есть в поликлинике, мы должны их всех пройти. Нет, мы все работаем по 514 приказу, и в зависимости от возраста ребёнка ту или иную диспансеризацию мы проводим. А когда ребёнку уже исполнится 3 года или исполнится 7 лет, вот тогда мы полную эту диспансеризацию пройдём в полном объёме. Нина Павловна, ну вот с одной стороны, нужно подготовить к учебному году документы, а с другой стороны, психологически настроиться взрослым, детям, и как-то иммунную систему подготовить тоже и к началу осеннего периода, и к началу учебного года, потому что, безусловно, для всех это стресс. Стресс. Тем более в этом году все боятся, что опять наступит дистанционное обучение, и детки у нас там разные цифры, даты называются, когда дети сядут опять на дистанционное обучение. Мы должны, взрослые, мы должны настроить себя, что у нас всё будет хорошо, что не наступит второй волны ковида, и дети у нас пойдут в школу и будут учиться. Для этого нужно, самое главное, детей подготовить. Вот уже сейчас мы должны установить им режим дня, то есть они должны у нас просыпаться в определённое время, засыпать в определённое время, гулять на свежем воздухе, пока у нас позволяет погода. Сейчас есть сезонные ягоды, фрукты, овощи. То есть детки должны сейчас набраться сил. Но с учётом того, что мы, конечно, живём в тот период, когда победа над этой инфекцией ещё не закончилась, мы должны научить детей, когда они придут в школу либо в детский сад, элементарным нормам гигиены. Самое главное – это мыть руки. Все наши заболевания – это болезнь практически, которая передаётся бытовым путём, бытовым, контактным. Это болезнь грязных рук. И ребёнок, если он вышел на улицу или он взял какие-то игрушки на площадке, он пришёл домой, пришёл в тот же детский сад, он обязательно должен помыть руки. И руки нужно мыть определённое количество времени. Это тоже… Вот у нас на всех плакатах в Одинцово написано, сколько секунд мы должны мыть руки, сколько минут должны мыть руки. То есть это всё должно быть выполнимо. Если вы идёте куда-то с ребёнком в какой-то коллектив, где будет замкнутое пространство, это кинотеатр, это какой-то парк, там, где много народу, лучше пойти куда-то в другое место. Опять же, скучность населения приводит к тому, что дети начинают болеть. Сейчас никто не отменял сезонный грипп. То есть сейчас наступит сентябрь, и мы начнём опять же делать вакцинацию против гриппа. Но мы должны всех вот сейчас быть как бы более внимательно и более, конечно, соблюдать меры гигиены. Болезнь грязных рук. Моем руки, и всё будет тогда намного у нас проще и легче протекать многие заболевания, а может быть, некоторым мы даже не заболеем. Нина Павловна, спасибо за ваши советы, за ваши рекомендации. Я думаю, что родители обязательно ко всему этому прислушаются. И самое главное, не будут пропускать дни, которые для них отведены специально для прохождения. Диспансеризации будут посещать вовремя врачей. Тогда спокойно подготовят ребёнка к началу нового учебного года. А ещё не забудут запастись витаминами. Обязательно. Солнечным светом, свежим воздухом. Никто не отменял витамин Д3. Это витамин радости. И чем больше мы его сейчас получим, тем больше позитива мы с вами отдадим в холодные осенние дни и зимой. Спасибо вам. Вы смотрели программу «Формула здоровья». Берегите своё здоровье и здоровье своих близких. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова